Смотри, девочка, хватит. Это слишком. Не снимаешь, ты так не снимаешь. Перед концертом в Краево-филармонии даже не переживают. Участникам Белого Парохода гастроли по стране лишь в радость. Однако познание разных уголков России далеко не единственная причина участия в проекте, который открыт для всех талантливых детей страны. Он позволяет расти и в музыкальном плане. Ты развиваешься вокально, ты учишься слышать, учишься слышать себя, соседа, сольные навыки очень сильно растут. Растешь в плане сцены, не бояться выходить на сцену, выступать. За 18 лет Белый Пароход пришвартовался в Алтайском крае впервые. И все это благодаря алтайским ребятам, которые принимают участие в проекте. Главная причина – это ваши необыкновенно талантливые дети. И в частности, вот братья Лысяковы замечательные, они в этом году дебютировали в опере «Тоска» в Большом театре. Это невероятно. В таком возрасте там есть роль пастушка, и вот ребят отобрали среди многих-многих детей, которые прослушиваются на эту роль. Несмотря на успех в Большом театре, старший брат уже раздумывает, как исполнить другие мечты. Ну, сейчас есть певец-шаман, вот он у него классные песни, классный текст. Ну, вот такие песни. А исполняете сегодня его песни? Нет, к сожалению, сегодня не исполняем, но хотелось бы когда-нибудь исполнить. Может, и с белым пароходом, может, с каким-нибудь другим хором, или просто так сегодня спеть. Таких амбициозных детей, как братья Лысяковы, в нашем регионе много. Не зря Алтайский край занимает первое место в Сибири по количеству сельских школ искусств. Уже сейчас это дает свои плоды. Но необходима и дальнейшая поддержка, уверен губернатор края. Более 8 тысяч наших детей стали победителями различных фестивалей, конкурсов, смотров и так далее. Мы очень гордимся нашими детьми, понимаем, что надо вкладывать и в инфраструктуру, где они сегодня репетируют, выступают, готовятся, учатся. Кстати, о выступлении. На галоконцерте собралось 90 детей из 26 регионов страны. Программа была разноплановая. Здесь и эстрада, и джаз, народное пение и даже опера. Помимо Барнаула коллектив Белого парохода доплыл до Бийска. Там концерт завершился менее 3 часов назад. Теперь время отдохнуть. Завтра и послезавтра детям проведут экскурсии по краю и покажут наши знаменитые пещеры и водопады. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.